«Мимика и жесты в этом театре особенно важны. Ведь для многих зрителей, да и для самих актёров, они заменяют речь. Нью-Йоркский театр глухих готовится к премьере. На этой неделе здесь поставят адаптированную для американского языка жестов странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Глухие актёры отыгрывают диалоги руками, слышащие произносят их слух за сценой». «Мне кажется, это одна из сложностей нашего театра. Когда одни жестикулируют, другие должны подстраиваться так, чтобы слова совпадали со знаками по времени и по стилю. И на это требуются дополнительные тренировки. Это совсем непросто». Действия по поясе Роберта Льюиса Стивенсона разворачиваются в Лондоне конца 19 века. И режиссёру пришлось поработать не просто над переводом текста на язык жестов, но и над тем, как передать в нём британский акцент и старомодность речи. «У нас есть консультант по языку жестов, который следит за их стилем. А для слышащих людей у нас есть преподаватель по речи, потому что в этой постановке мы используем разные акценты». В спектакле задействовано 13 актёров. Глухих и слышащих среди них почти поровну. Роберт Де Майо играет в театре уже 30 лет. «Раньше мне как актёру было проще. Сегодня всё меньше театров для глухих. А раньше меня нанимали даже обычные театральные компании. И были возможности для работы в кино и на телевидении. Но из-за сокращения бюджета на культуру стало тяжелее всем артистам, и тем более глухим. Так что найти работу тяжело, но мне с этим повезло». Премьерным показом нового спектакля Нью-Йоркский театр глухих отметит своё 35-летие. Это один из самых старых в мире театров для слабослышащих.